Субтитры предоставил DimaTorzok Из Армении началось с захвата здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване группой оппозиционеров. Далее все по классическому сценарию. Заложники, требования к властям и призывы к населению. Вооруженное восстание, как назвали происходящие сами мятежники. Все детали произошедшего у моего коллеги Жанна Багияна. Мы связались с ним незадолго до эфира. Сегодня в 5 утра по ереванскому времени группа вооруженных людей, протаранив грузовиком ворота, ворвалась на территорию полка патрульно-строжевой службы полиции Армении в районе Эребуни, это окраина Еревана. В результате нападения убит полковник полиции Артур Ванойан. Еще двое офицеров ранены. Захватчики, среди которых в основном сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент», требуют освобождения всех политических заключенных, в том числе и содержащегося под арестом лидера радикально-оппозиционного фронта «Новая Армения» Жирайра Сифиляна. Его задержали 20 июня по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Сразу после захвата в социальных сетях появилось видео, в котором несколько вооруженных автоматами мужчин заявляют о своих намерениях. «Граждане, армянский народ, началось. Все это делаем для вас и ради вас. Наши требования – выходите на улицы. Они должны освободить всех политзаключенных. Жирайр Сифилян, Геворг Сафарян, Володя Аветисян, Шант Арутюлян». Это вооруженное восстание уже три с половиной часа, как этот полицейский полный в наших руках. «Весь военный арсенал наш. Мы пошли на этот шаг, так как невидимы нового выхода. Призываем вас присоединиться к нам. Не знаем, сколько еще продержимся, но без боя не сдадимся». В заложниках у мятежников предположительно находятся 8 человек. Среди них заместитель начальника полиции Армении генерал-майор Вартан Егезарян и замначальника ереванской полиции Валерий Осипян, которые были захвачены в плен, когда попытались начать переговоры с повстанцами. По информации распространенной службы национальной безопасности Армении, утром в результате спецоперации двое из заложников были освобождены. Район проведения операции был полностью отцеплен. Сюда были стянуты усиленные наряды полиции и спецтехника. С вооруженными людьми начались переговоры о мирной сдаче их властям. «На данный момент ведутся переговоры. У полиции имеется достаточно сил и возможностей для нейтрализации преступной группы, поскольку с убийцами иначе не поступают. Но пока есть надежда завершить все переговорами, и мы будем продолжать их вести». Служба национальной безопасности Армении не признает, что имеет место попытка военного переворота в стране. Это был наш собственный корреспондент в Ереване Жан Багиян с деталями захвата здания полка патрульно-постовой службы полиции. Власти соседней с Арменией Турцией тем временем принялись за тотальную чистку армии. Неудавшийся государственный переворот, чем они обвинили военных, стал прекрасным поводом. В гарнизонах рейды. Задержаны свыше трех тысяч военнослужащих, в их числе 34 генерала. Арестованы предполагаемый лидер мятежников, бывший главнокомандующий ВВС Турции генерал Акин Остюрк. Задержаны работники судебных, а также надзорных органов. Выданы ордеры на арест более чем 2,5 тысяч судей и прокуроров, которые, как утверждают власти, поддержали мятеж. Репрессии правительство оправдывает борьбой за демократию и против так называемого параллельного государства. Так в Анкаре называют сторонников оппозиционного политика, писателя и богаслова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Он давний противник президента РДЖПТ и Эрдогана. И именно его Эрдоган обвинил в организации военного переворота. Сэм Гюлен, впрочем, не только категорически отверг обвинения, но и выступил со встречными. Я не знаю, действительно ли это был переворот. Если все было так, то я против него. Я против любых переворотов. Впрочем, я не думаю, что мир верит в обвинения, озвученные президентом Эрдоганом. Существует вероятность того, что это был постановочный переворот, который мог быть предназначен для дальнейших обвинений в адрес гюленистов. Похоже, власти Турции непримиримы к любому движению, любой группе, любой организации, которая не находится под их полным контролем. Гюлен – исламист. Аналитики считают, что вряд ли он стал бы организовывать военный переворот, цель которого – отказ от исламизации. Тем не менее, ранее президент Раджепто Эрдоган призвал своего американского коллегу Барака Обаму выдать Гюлену Анкаре. А премьер-министр Бинали Илдурым заявил, «Страна, укрывающая обвиняемого в организации переворота, не может быть другом Турции». Госсекретарь США Джун Керри, впрочем, заверил, Соединенные Штаты готовы оказывать помощь турецким властям в проведении расследования. И добавил к публичной инсинуации заявление о какой-либо роли Вашингтона в попытке переворота – ложь. При этом США, как и многие другие государства, заявили о безоговорочной поддержке легитимных властей Турции. Соединенные Штаты безоговорочно и недвусмысленно заявляют о поддержке демократически избранного правительства и уважении к конституционному порядку. Мы стоим рядом с правительством Турции. Я разговаривал с моим коллегой, министром иностранных дел Ахметом Чавушуглу, когда еще не было ясности в том, что происходит. И я заявил ему о нашей готовности оказать любую поддержку». Поддержал турецкие власти и Владимир Путин не так давно, обвинявший Эрдогана в связи с террористами и нанесении России удара в спину. По данным пресс-службы Кремля, два лидера провели телефонную беседу, в которой Путин подчеркнул принципиальную линию Москвы на категорическую недопустимость антиконституционных действий и насилия. Отмечу, что незадолго до Путча отношения между Турцией и Россией наладились. Попытка переворота в Турции тем временем спровоцировала не только политический коллапс, но и транспортный. Одним из эпицентров мятежа стал Стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Ключевая воздушная гавань региона, играющая роль важного перевалочного пункта. После того, как аэропорт подвергся нападению, он перестал принимать рейсы. Жертвой турецкого Путча, остановившего пассажиропоток, стал и мой коллега Владимир Унанянц. Он на связи со студией из Праги. Владимир, тебе слово. Да, Нина, действительно, попытка военного переворота в Турции вызвала транспортный коллапс в Европе. Я должен был вылететь из Праги еще вчера днем, но из-за того, что произошло в Турции, все рейсы были отменены. Турецкая авиакомпания только Шейрлайс из-за угрозы безопасности прекратила все полеты, как в Стамбул, как и в Ангару. А если невозможно было вылететь, были гигантские очереди, людей перенаправляли другими рейсами через Губай, Москву, Киев, Вену, Франкфурт, Амстердам и так далее. Но по основным управлениям вообще не было мест. Вот мне пришлось на двое суток остаться в Праге. Я вчера без малого 12 часов провел в аэропорту, вот здесь, в аэропорту Ванского Гавила, чтобы только что добраться до окошка представительства турки Шейрлаймс. Видимо, местное представительство турки Шейрлаймс не так часто сталкивается с подобными портс-мажорными ситуациями, так как сотрудники выглядели растерянными, а на обслуживание каждого пассажира уходило довольно много времени. Сегодня, по моим наблюдениям, ситуация уже стабилизировалась, людей в аэропорту гораздо меньше, чем вчера. Но, повторюсь, рейсов пока не хватает, и наш самолет вылетит только завтра. Нина. Это был мой коллега Владимир Унанянс, который застрял в Праге. Продолжаем выпуск с другими новостями. Во Франции продолжаются аресты в рамках расследования кровавого теракта в Ницце. Задержаны мужчина и женщина. Как они связаны с Мухаммедом Ляуэжем Булелем, виновником трагедии, пока неизвестно. Ранее под сражу были помещены еще пятеро человек из окружения террориста, в их числе и супруга Булеля. Но мотивы преступника, убившего 84 человека, все еще до конца не ясны. Константин Гольницвайк отправился в Ниццу, чтобы понять, что побудило выходца из Дуниса завести машину смерти. У госпиталя Ниццы третьи сутки дежурят родственники пострадавших. Истинный масштаб трагедии все еще проясняется. Этот мужчина вечером в четверг был на месте теракта с семьей. О гибели жены узнал сразу, а теперь и о том, что в живых нет их четырехлетнего сына. Врачи наверху все еще бьются за жизни десятков раненых. Число их официально уже превышает три сотни. Десятки детей. Из тридцати пациентов этой детской больницы пятеро в критическом состоянии. Моя маленькая племянница здесь, в больнице. А в тот день она потеряла брата-близнеца. Он мертв. И ей всего три года. Я не знаю, как сказать об этом девочке и как нам жить с этой болью. Вроде бы все наяву, но ощущение, будто это какое-то кино. Сейчас важно, чтобы весь мир объединился в солидарности. Нам всем нужно мужество. Жизнь должна продолжаться и она продолжится. Пока же на входе в больницу продолжаю дотошно досматривать каждого. Отгороженный въезд, усиленные наряды полиции, если бы эти меры были приняты раньше. В четверг в национальный праздник Франции, в разгар отпусков и каникул, знаменитый курорт и известную для спецслужб цель террористов НИЦУ. Патрулируют немногим больше ста полицейских, вместо необходимых, по мнению спецслужб, семисот. Три кордона охраны у закрытой для транспорта променад Дезенгле. Без лишних сомнений пропустят внутрь грузовик, рефрижератор. Водитель сообщит им, что везет мороженое. Что было дальше, видел весь мир. Водителя фуры, давившей на полном ходу ни в чем не виновных людей, упустила полиция, а до этого не замечали ни разу спецслужбы Франции. 31-летний уроженец Туниса Мохаммед Ляуэш Булель значился в картотеке полиции лишь как мелкий преступник с условной судимостью. О нем совершенно не было известно спецслужбам ни национального, ни местного уровня. Он никогда не состоял ни в каких секретных списках радикализованных мусульман. Прокурор Франсуа Молен заявляет, что расследование в самом начале и мотивы убийцы до конца неизвестны. Пускай в число своих солдат Булеля уже посмертно добавили боевики исламского государства. Для правящих политиков президента Оланда, премьера Вальца все якобы наоборот, просто и ясно. Преступник был связан с радикальными исламистами. Но подтверждений этому нет ни у следствия, ни у знакомых Булеля одинокого человека, чье поведение никак не походило на правоверного мусульманина. Он ни с кем не разговаривал. От него посреди Рамадана могло пахнуть алкоголем. Он не носил бороду. Я не замечала за ним никаких религиозных проявлений. Он все время был один, сам с собой и своим велосипедом. Он был моим соседом, но лишь здоровался со мной. Булель был крайне замкнутым человеком. Я в шоке. Не понимаю, как он мог такое натворить. У него такая уважаемая здесь семья. Жена, спокойная и тихая женщина. Лерей – неприметный район на севере Ницы, без дворцов и фешенебельных отелей. Но и этническим гетто это не назовешь. Выходцы из Ближнего Востока, из Северной Африки, коренные французы здесь живут вместе. В последнем подъезде обычной многоэтажки тунисская семья Булель. Дверь в квартиру, в которой жила бывшая жена Булеля и его дети, сейчас выломана полицией. Здесь были обыски. Сама она задержана и также дает показания. Но судя по тому, что о женщине говорят и ее соседи, это была обычная семья. Без тяги к радикальному исламу, без особых проблем с законом, зато с постоянными бытовыми конфликтами и в итоге разводом. Его не видели в местных мечетях, зато замечали в депрессии. Наркотики, алкоголь. Он пил, говорят родственники Булеля. Все, что попадется. После первых же рейдов по их домам полиция выяснила, убийца с ранней юности и нуждался в помощи психологов. Теперь же, тем более, не мог смириться с потерей семьи. За пару дней до теракта к изумлению небогатых родных Булель перевел им 100 тысяч евро и оставил совсем немного себе, чтобы взять на прокат грузовик. У нас уже были убийства со взрывами и огнестрельным оружием, но тут мы столкнулись с новым типом насилия. И какую бы оторопь оно ни вызывало у сограждан, признаюсь вам, что это озадачило и власти всех уровней. Ведь выходит, мы достигли такого масштаба ненависти, когда для защиты народа Франции нам нужно просчитывать любую модель поведения, самую жестокую, самую иррациональную и убийственную. У следствия пока одни вопросы, но после двух предыдущих терактов во имя радикального ислама, унесших жизни 200 человек, Франции и без официальных выводов грозит вспышка ненависти к мусульманам и еще большего успеха правых популистов во главе с Марин Липен. До выборов теперь уже неизбежным уходом Оланда остается менее года. Пока же к стихийному мемориалу на променаде Зенгле свой винов приносит и местная исламская община. Главный урок должны вынести политики. Хватит играть на религиозных мотивах. Это грязная игра. Займитесь, наконец, безопасностью своих граждан. Нашему обществу нужен диалог, чтобы не разделять людей в зависимости от их веры, а объединить на основе общечеловеческих ценностей. За погибших в Ницце молятся в мечатях, католических храмах и в православном Свято-Николаевском соборе. Здесь оплакивают и одного из священнослужителей. Пономарь Игорь Шелешко в четверг вечером был тоже на набережной с друзьями, русской семьей из Бельгии. Вместе с ним погибла учительница русской школы Антвербана Наталья Отто. Все очень подавлены, потому что это действительно связано с людьми, которых мы знали, с которыми мы работали, с которыми мы, так сказать, виделись практически каждый день. И Игорь просто стоит перед глазами. Как он вел экскурсии, как он заботился о храме. Поэтому это действительно очень-очень тяжело. Сегодня в храме проведут панихиду по погибшим прихожанам и по всем жертвам теракта. Как минимум трое из них российские соотечественники. Здесь же собирают деньги для их семей. У Игоря Шелешко осталось четверо детей. На следующей неделе их семья должна была прилететь к отцу на каникулы, в Ниццу. Теперь их готовят к поездке во Францию за останками. На вторые сутки тот самый отрезок набережной наконец открыли для пешеходов. И даже не верится, что то место, где еще накануне была толчая, паника и массовая гибель. Теперь можно спокойно пройти за каких-то 15 минут. Но люди не спешат. Они останавливаются, чтобы возложить цветы и свечи на тех самых местах, где до сих пор буквально видны следы этой трагедии. Так здесь вспоминают о каждом. Многие, пережив этот кошмар, в ночь на пятницу только сегодня решили вернуться на променад Дезенгле. Туристка из Чечни Зарета говорит, прежде думала, что после двух войн уже ничто ее не пугает. Ошибалась. Страшно было. И вообще не знала, как я буду чувствовать, когда вот это вот увижу. Потому что в тот день рядом с нами они семь положили. До нас троих убили. Вот прям над нашим рестораном Флорида Бич семеро было. И вот здесь вот дальше уже продолжалось. Мы были где-то в 50 метрах отсюда и увидели на возвышенности грузовик, который набирает скорость. И этот грузовик со всей скорости въехал в толпу. Были слышны очень такие звуки. И от грузовика люди отскакивали через человеческие тела. И сразу толпа с дикими криками начала бежать в обратную сторону. А грузовик все еще ехал вперед, не останавливаясь. Спастись или погибнуть в этом хаосе за людей решали секунды и метры. У маленькой Элизы, гулявшей здесь же с сестрами, натерли ноги. За пару минут до трагедии они вернулись в соседний отель. Пока взрослые все гадают, какой злой рок и зачем оборвал здесь жизни десятков людей. Ей все ясно без родительских объяснений. Мне кажется, что он хотел доказать миру, чтобы его все боялись. И он хочет доказать то, что он главный, но я считаю этого неправильным. Его все боятся, да, у него это получается, но все равно он не стал владельцем мира. Иные из детей, переживших этот ужас, еще не умеют писать и в море цветов оставляют рисунки. Большая машина, плохой человек, без разбора стреляет по людям. Трехдневный траур во Франции продолжается, но рядом в Ницце вновь берет свое курортная жизнь. Константин Гальденсвайк, Илья Левентов специально для РТВА из Франции. И в завершение выпуска опять о революции, вернее ее символе. В Петербург вернулась Аврора. Крейсер революции реставрировали почти год в Кронштадте. Теперь обновленный корабль снова может нести свою символическую службу на вечной стоянке. Военные решили не устраивать шоу из возвращения крейсера. В него он вошел под покровом ночи. Впрочем, конспирации не удалось. Летом в северной столице по северному светло и с заходом солнца, несмотря на дождь. Это какой-то праздник, это такое событие большое. Мы не видели, как ее увозили отсюда, поэтому надо было обязательно посмотреть, как она будет пришвартоваться на место. Здесь все понемножку все в одном. И символ революции, и истории, и Санкт-Петербурга в том числе. Мы здесь живем, и мы все знаем ее как символ Питера. Мы ее любим, мы встречаем. Авроре уже больше ста лет. Строить крейсер в Петербурге начали еще в конце позапрошлого века. Судьбу крейсера ярко проиллюстрировал советский режиссер Сергей Изенштейн. В его картине выстрел с Авроры положил начало штурму Зимнего дворца. С этим, кстати, историки готовы спорить. Профессор Кирилл Назаренко говорит, что бежать на Дворцовую площадь в октябре 17-го никто не спешил. Там стояли пулеметчики. После выстрела, собственно, штурм и не начался. Штурма не было в виде таком вот волны людей, которая накатывается на Дворец. Отдельные группы восставших после выстрела начали просачиваться в Зимний дворец со стороны Миллионной улицы, со стороны Адмиралтейства. И очень постепенно Зимний дворец наполнялся восставшими, но при этом деморализованный гарнизон Зимнего практически не оказывал сопротивления. Штурм был практически бескровным. Сам крейсер революции пока останется неприступным для гостей. На борт Авроры можно будет подняться не раньше августа. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Всего вам самого доброго и оставайтесь на Ордеве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова